И вот сейчас давайте мы с вами проведем такой небольшой, ну, как сказать, семинарчик маленький, да, прям буквально на 5 минут. Вот давайте мы с вами разделим на три такие графы нашу тетрадочку, вот, и здесь, ну, такой, знаете, так, это называется мозговой штурм. Напишем все плюсы, знаете, такие психологические вознаграждения созависимой. Что созависимый человек получает от своей созависимости? Почему он так себя ведет? Ну, давайте, называйте. Оощрение общества. То есть, одобрение общества, да? Еще. Значит, мы самого себя. Я такой хороший помогаю. Да. И помогаю выжить там, или что-то в этом роде. Так, ну, как это сказать? Ну, наверное, самая жалость какая-то, да, такая самая жалость какая-то, да, такая самая жалость. Убивается с самой жалостью. Ну, да. Так можно сказать? Так, еще какое психологическое поощрение? Самооценка повышается. А? Самоценка повышается. Самоценка повышается. Так, еще. Ну, все жалеют, понимают, и это вот. Ну, одобрение общества. Ну, это да, это есть уже. Не, ну, может, еще вот именно жалость. Не просто говорят, ты молодец. Жалость. 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 Так, еще. Ну, смотрите, всем же нам хочется, чтобы нас жалели. Чтобы самооценка у нас возросла. Чтобы нас хвалили. В принципе, такие хорошие психологические поглаживания, да, человек получает? А давайте посмотрим, здесь выпишем негативные последствия. Вот какие здесь у нас негативные последствия? Это одобрение общества. Вообще, просто негативные последствия того, что мы ведем себя как жертва. Здоровье ухудшается. Здоровье ухудшается. Так. Еще. Психика. Не решаются проблемы. Проблемы остаются. Проблемы остаются. Да, я бы кортко писал. Жизни практически нет. Жизни никакой. Нет жизни. По-конкретной, да? По-конкретной, да. По-конкретной, это от в семье. От в семье нет жизни, так. Неправильные приоритеты. Не те приоритеты, да. Отсутствие развития Отсутствие развития Роста нет Нет взаимопонимания Нет взаимопонимания Было понятно, нет здоровья Потеря ценностей Потеря ценностей Нет возможности высказаться Нет отношений Поделиться своими эмоциями Не с кем Нет отношений Нет отношений Взаимопонимание В плане том, что Допустим, муж с женой Отдохнуть невозможно съездить Погулять Нет семьи Нет отдыха Нет семьи В любом случае Мы с вами, понимаете, увидим Что если вы это будете делать У себя на группе Обсуждать Важно, чтобы люди сами видели Что при всех кажущихся плюсах Всех этих Психологических Поглажу Минусы все равно больше И они круче И они круче И тем более Это все очень так Призрачно Призрачно А вот это все конкретно И теперь дальше конкретно Избавление Вот давайте здесь прям Вот какие конкретные пути избавления И какие конкретные шаги избавления От вот такого жертвенного состояния Вот состояние жертвы Мы сейчас с вами говорим Про состояние жертвы Понимаете? Потому что Вот тут вот Прямо давайте написать Жертва Да? С этой движением С вами встанет плюсы Здесь у нас минусы А здесь выход Из состояния жертвы Там будет выход Первое, мне кажется Нужно расставить все точки на дыр То есть Выход Расставить точки на дыр Что значит конкретно? Сказать мужу, что ты зависима Знание надо Знание Привести Так вот Знание Так А как сказать мужу? Вот давайте подумаем Вот сказать мужу Ты зависима Ну правду Как сказать правду? Дорогой Ты алкоголик? У нас есть проблема Он пойдет, она пьется Можно к твоему поведению подчинять не будет? У нас проблема в семье У нас проблема в семье То есть Начать разговор Вот здесь мы с ним говорим Съяв Я Я вижу, что у нас проблемы Ты причиняешь мне боль Или я Мне боль Здесь такая концепция Я-повествование То есть все начинаем с местоимения я Мне кажется Я почувствовал Я увидел Мой адапт Ну давайте еще Что еще будет Значит разговор Разговор с я Так еще Ну я в смысле Я-концепция Я думаю То есть не ты такой-сякой Ты алкоголик Ты, ты, ты А вот я думаю Ну да, я разговор Так, еще Или от я разговор Наверное, да Это вот От я Вот это И точнее будет Так Угу Еще что? Ну как это высказать Не потакать Ага Вот что значит Перестать потакать Его Это конкретно Действовать его Не оправдывать Перед начальством Не Перестать лгать Да Перестать врать Честно Перестать лгать Так еще Перестать его Охаживать Ухаживать за ним Ага То есть Совсем Стирать там Или что если он То есть Как это мы обозначим С вами Передать ему ответственность Да Ответственность Отдать ему ответственность За его поступки Это просто можно молча сделать Да Все таки предупредить все равно Надо Все дорогой Лафа кончилась Наверное или нет Конечно Ну да Конечно Поставить ему условия Сказать Если ты в дальнейшем А например Можете рассказать Что Поскольку ты алкоголем Это пьешь Не рассчитывая на меня Как на жену То есть На обед На секс На То же Как бы Это уже Это уже Не будет ли это Манипулировать Это манипуляция Скорее Это скорее Манипуляция Это примерно так Мы знаем Многие жен говорят Пока не придешь в церковь Я с тобой спать не буду Жестую Вот То есть Это тоже Свообразная манипуляция Нет Ну Ну Скажем Скажем Когда ты пьяный Я не буду С тобой спать Да То что Не против Если ты пропил Все деньги Какие ты мог принести Значит Вот сколько ты в семью принес Вот на эту сумму Я тебе буду готовить обед Если он вообще не принес Например Да Вот ты мой муж Я не имею права тебя там Не кормить Не кормить Я отвечаю Что каждый день У тебя будет овсянка на воде Ну на мясо не рассчитывай Дорогую Прости Но у меня У меня здесь Я еще должна кормить У меня мои зарплаты Хватит только на нас троих Ну конечно Я тебе не дам умереть голод Овсянка на воде Тебуду Многие женщины бывают в ужасе Как это Вообще не кормить Это манипуляция Потом Это Ты жена В каждом году Это твой муж Но давать ему мясо При всем его порочном поведении Прям что он ни копейки не внес Покупать тортики Вы все равно говорите Прежде чем что-то взять из холодильника Надо что-то положить А может стоит поставить Человек везвыходное положение Чтоб он понял Вот мы про это говорили Что в принципе помощь Вот мы поэтому говорим Как бы не быть способником Но при этом еще не стать манипулятором А вот так Понимаете какая вещь То есть тут вот как бы Нам не толкнуть жену на манипуляцию То есть здесь вот должны быть Определенные какие-то вот рамки И потом смотрите Вот я разговор Вы знаете что интересно Вот сколько вот Я вот работаю с такими женщинами Знаешь Я поняла Работает Я разговор Если женщина начинает с покаяния Потому что знаете Есть такое правило Мы его сколько уже раз повторяли Еще раз повторяю Палач Есть только там Где есть жертва Вот запомните Прямо это правило Палач Есть только там Где есть жертва И первое что должна сделать жена Надо сказать Любимый Прости меня пожалуйста За то что Потому что я тебя потакала В твоем пороке И из-за меня Ты утонул В своем пороке Жертва получается жена А палач это получается Ой Жертва получается Жена В данном случае я говорю Жертва жена Жена То есть она должна Перестать быть жертвой И она просит Прощение у мужа Что все это время Она была жертвой И из-за нее поведения Она не помогала ему Выйти Она была пособником Жертвой Понимаете Усугубляла вот эту ситуацию И ей за это нужно Просить прощения За то что она была жертвой За то что она была пособником За то что она была созависимой Теперь сказать Любимый Прости меня Я обещаю тебе Что отныне Я буду делать все Чтобы тебе помогать А помочь тебе я смогу Если и пошли дальше У нас будут честные отношения Если я больше не буду Лгать начальству Если я не буду Отдам ответственность тебе Если я не буду Больше стирать твою рвоту Если я могу тебе помогать Кормить я тебя вообще Перестать не могу Ты мой муж И конечно я тебя люблю Ну что же это Но просто хочу Чтоб ты знал Что отныне Вот если так будет Чтоб ты пропьешь Я не буду более Брать на себя обязанности Твоей кормежки Это ради тебя Любимый Я буду за тебя молиться Я буду за тебя молиться А это само собой Конечно С этого вообще Нужно начинать Я не буду больше Брать 10 работ Или там 3 работы Потому что мне надо С детьми и время проводить Вот я работаю На одной работе И все эти деньги Я тоже заработаю Я трачу на себя На детей Сколько ты вносишь Только ты получаешь в ответ Но понимаете Какая вещь Это возможно Если жена Все-таки перейдет В колонку помощника Пока жена Не перешла В колонку помощника Она осталась В пособничном Лечить нужно Не алкоголик А ее саму Потому что у нее Самой болезненное Пристрастие Конечно Идеалия обоих В идеале обоих Но в данном случае Видите как Это идеальный вариант Когда оба сразу Начинают лечиться Как правило нет Как правило Кто-то один начинает Вот А наша задача Вытянуть максимально Всю семью Приглашаем вас Принять участие В глобальном проекте По распространению Евангелия И расширению Библейского образования От нас зависит Будет ли христианское Образование доступным Поддержите наш проект Молитвой и финансами О чем молиться И как пожертвовать Вы можете узнать На сайте www.tvseminary.com Можно мне немножко О себе Я тоже выпивал И как алкоголиком был Теперь я могу сказать Вот И вот на тот момент Я вот как-то пил Постепенно С друзьями А потом один раз Жена Вот я так услышал Что Жена моего друга С которым мы выпивали Она дозвалась Обо мне Как вот он пьяница С кем-то там Связался На своем мужу Я это узнал Для меня это была Вот такая какая-то встряска Ну то есть Так вот При встрече Да Ну все улыбаются Все Никто не скажет Что алкоголик А когда я узнал О себе Как вот обо мне Говорят люди Уже Вот у меня мысль Появилась Куда я уже Качусь Куда это По-российски Ну это вот Отрицание ушло Да Да Это очень важно Человеку показать Вот Спасибо Кто Вот как раз И знаете Вот то что говорит Дмитрий Это практически Говорят все Как только Маска отрицания Снялась Вот это Номер один Причем снять Это должно сначала Окружающее А если жена Всячески Вот эту вот Маску надела Вот это вот Была пособником Да Это правило Умолчания Всячески работало Человеку практически Невозможно Увидеть Свою проблему Это так Ну и давайте Мы сейчас Закончим Это упражнение Которое мы начали Вот по жертве Вот значит Мы рассказали Подумали с вами А какие есть плюсы К чему деструктивному Приводит То есть Здесь какие вознаграждения Жертва получает В кавычках Да Здесь какие В чем себя разрушает В чем себя разрушает И отказывает И что можно сделать Чтобы Перейти от деструктивного К конструктивному Решению И на этом Мы обычно Сдаем такое решение Такое задание После вот такого упражнения Мы говорим Пожалуйста Дома Сделайте следующее Напишите список Обязанностей Своих В семье Вы пишите Список обязанностей Своих В первую очередь Во вторых Что должен делать По дому Муж Ну если эта женщина Да пришла В моем понимании Да Ну что вы вместе Ну понятно Что скажем Добить ввозь Перебить полк Передвинуть шкаф Это делает муж Конечно Как бы вот изначально Это предполагается В вашей семье Потом Какие обязанности Детей Одного ребенка Другого ребенка Сколько детей То есть На всех расписать Обязанности На всех Ребенок может пропылесосить Пол раз в неделю Может Четверо детей Считаете Четыре дня в неделю Вы свободны От того чтобы Пылесосить пол Ребенок может Вытереть пыль Может Может Вы скажем Обязанности Это как-то Расписать на детей Можете То есть Для чего это надо Ребенок может помыть пол Если двое детей В семье То они моют через день Получается Каждый день Пол и чисто То есть В этот Важно чтобы Человек сам понял Вот эта жертва Поняла Что она берет на себя Она то думает Что без нее Никто не выживет Чтобы она поняла Что по большому счету Она просто берет на себя Чужие обязанности Что по большому счету Она точно так же Может жить в полноценной жизни И уделять тебе внимание Совсем не обязательно Быть вот такой Вот пособником Чужой лени Да Чужой безответственности И так далее То же самое мы говорим И когда вот такой человек Приходит к нам Не только сделать по домашним Своим Вот список обязанностей Потому что обычно Жертва она везде жертва Она и на работе жертва На работе Свои обязанности Потому что всегда есть прописаны Чем ты должен заниматься на работе Взять список обязанностей Своих сотрудников Прописать Примерно Коллег по работе И посмотреть Я оттуда Ничего не беру на себя Или действительно Коллеги по работе Слишком часто подходят Ко мне с просьбами И в результате Я волоку на себе 70% всего того Что делается в нашем офисе Вообще в офисе Потому что Как правило Жертва Она не жертва А своей Приходится делать после работы Понимаете Какая вещь Ну и посмотреть У начальника Тоже ведь есть обязанности А не так ли часто Начальник меня просит Выполнять его обязанности И таким образом Я на себя взваливаю Все дома Все взваливаю на работе Получаю вот эти Психологические поглаживания И там и там А в ответ Что получаю В результате Разрушение Понимаете Какая вещь Вот То есть таким образом И выход точно такой же То есть Поговорить с коллегами Начать с того Что прошу прощения у вас За то что Вот так себя вела Постараюсь Больше так не вести Конечно Можете ко мне Обращаться за помощью Но Если есть у меня время Возможности Я помогу Но если есть время Но с другой стороны Я просто буду отвечать Нет Если могу Меня заранее простите Дорогие мои коллеги Ну как-то вот заранее Вот Инъекцию В отношения Внести Такую положительную вакцину Чтобы когда Такая ситуация возникла Не было взрыва Не было бума И так далее Понятно Почему раньше все делала Сейчас не может То есть очень хорошо Вот это домашнее задание Дайте Список обязанностей Дома на всех Чтобы она расписала Список обязанностей На работе Может быть даже в церкви Если скажем Эта женщина Нанесет массу служений Скажем По воскресной школе По той же самой И вот вралуете Что вокруг нее Ничего не делает Она одна такая Несчастная Принесчастная Вот пусть она это сделает Кстати хороший вариант Попробуйте сделать это Сегодня дома Сами Сами Для своей семьи И посмотрите Кто какие обязанности Выполняет Нет ли такого Что я избегаю Своих обязанностей Для того чтобы Перевешивать их На другого человека Что вот давай Ты это делай Это очень хорошее упражнение Мы не говорим Что есть мужская работа Там женская работа Да Но есть конечно Действительно Такое конкретное разделение Допустим Там гвоздь забить Так это мужчина По идее должен делать Ну как правило Женщина говорит В таких семьях Я и лошадь Я и бык Я и папа И мужик И в результате Вот происходит то Что она действительно Все в насчет на себе Еще есть вопрос Это Я хотела просто прокомментировать Эта ситуация Очень напоминает Ситуация Когда Марфа и Мария Пригласили Иисуса в гости И Марфа готовила еду А Мария слушала Очень прям яркий Такой пример Когда она все делала А потом она возмущалась Как-то так Ей никто не помогает Конкретная психология жертвы Хотя никто в принципе Ее и не просил Все это делать Да А эта игра Называет еще Загранные домохозяйки Вот знаете Вот она все делает Вот она все готовит У нее там Пять видов разных пирогов 88 Гости пришли Нужно кормить Нужно тут перед ними Станцевать Детей на дубочку Поставить на табуретку Чтобы они стихи рассказывали Да Вечером Где гости разошлись Такая вот Жертва Домохозяйка Падает А муж тебе любимая Спасибо тебе за вечер Пойдем Я тебя хочу Как ты можешь Ты видишь Я устала Какой ты бессовестный Да и вот она такая жертва Вот И вот она возмущается Что у нее муж такой Знаете Как можно После такого Вот она так Всем пожертвовала А он к ней Перестает с дурацкими вопросами Я говорю Давай так подумаем Вот кому нужно было Вот это все Вот такое Вот ваше Где вы выложились Вот скажешь Вашим детям надо было Молчи Мужу надо было Ну как же это же его гости Ну как вы думаете Может надо было просто пиццу Вот из соседней пиццерии Заказать Ну чай поставить Ну самой какой-нибудь Плюшки испеть К вам что пришли Наестся или пообщаться Вот психология жертвы Понимаете Да Она упивается Вот этой вот Своей жертвенностью Он говорит Мужу не надо Детям не надо Все А теплото Она вся А вам надо Потому что Психологически поглаживание Одобрения ожидает Да А мужу нужна Нормальная жена Которая после того Как гости разошлись Она могла Ему внимание Уделить И здесь Не быть радостной А детей Она говорит Не трогайте меня Я устала Муж говорит Не приставай Ко мне Я устала Оп Жертва Все Жертва Вот знаете Четко прям работает Вот на всех Вот этих вот ситуациях Схолодящих Жертва Да Схолодящих 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 Схолодящих